Привет зрителям и подписчикам канала Сорокин Теннис и в сегодняшнем видео мы рассмотрим выполнение такого удара как смеш. Поехали! Первое, с чего мне хотелось бы начать это, наверное, с хватки. Как выполняется удар? Я думаю, что для людей, которые поэтапно доходят до удара, до смеша это понятно, но тем не менее я ее покажу. Это хватка нечто подобное до подачи. То есть это практически левая хватка, бэккэнда хватка, где вы убираете левую руку и в принципе у вас хватка готовая для смеш. Для тех, кто смотрел видео «Подача, удар в открытой стойке» и многие другие видео, я не один раз объяснял чем отличаются изменения плоскости ракетки от изменения хватки. Но попробую повториться для тех, кто будет смотреть это видео как первое. То есть изменение хватки это изменение ракетки внутри руки. Это называется изменение хватки. Если вы держа ракетку, наклоняете не меняя ракетку внутри, я называю это изменением плоскости. Точно так же на смеша плоскость будет меняться по мере того, что вы будете делать с мячом. Если вы будете больше его резать, вы будете больше закрывать ракетку, чтобы она была резаной. Если вы будете больше бить удар плоский, который будет более силовой, ракетка должна быть открыться в мяч более прямо. Это будет более открытая плоскость. Это вы будете варьировать по ситуации, которая будет возникать у вас на порте. Что вам надо выполнить смешем? Давление или уход мяча. Если вы будете делать, допустим, нечто подобное до кика, да, только выбивая мяч. Вы будете делать что-то, я не очень люблю это слово, но похоже на пронацию, наверное, это движение. Но это, опять же, не будет касаться с изменением хватки. Это будет касаться с изменением плоскости. То есть мы поработали по хватке, теперь попробуем показать угол, на котором должны быть руки при смеше, да, это примерно угол как на подаче, нечто такое. И плоскость. Для начала я избегал бы плоскостей, которые будут сильно закрыты, для того, чтобы человек мог больше побить в лоб. Вот примерно с такого положения рук, там не знаю, как удобно, так, ладошка или так, надо начинать изучение смеша. По объяснению, по этапам обучения этого удара, все будет очень похоже на этапы обучения каждого удара, который я объяснял до этого удара. Это будет обучение части движения с места, обучение удара с отводом ракетки с места, и потом, когда с места будет уже сделано и с отведенной ракеткой, и с началом отведения ракетки уже добавятся ноги. Почему я начал обучать именно положение рядом с игроком? Потому что на начальном этапе, особенно если тренер сам не в формате какого-то передвигательной способности находится, то можно накинуть мяч, и человек махнет сильнее, ты должен стоять близко, чтобы накинуть. И человек может достаточно сильно тебе попасть. Не могу сказать, что я этого избегал, поэтому как бы я первый этап вот на смеше все время делаю такое. Я покажу его сейчас. То есть мы берем вот это положение, где левая и правая рука будут в одном положении. Плоскость, видите, она более открытая. Для начального обучения это правильно, потом это можно варьировать уже более или менее закрытой плоскостью, по мере того, насколько вы хотите, чтобы игрок ударил в ту или иную сторону. И потом, я рекомендовал бы для начала поставить игрока как можно ближе к сетке подвиг. Вот в этом положении. И за счет удара мяча об пол, создать ему высоту, с которой он может делать давление. То есть это примерно, чтобы это выглядело вот так. То есть вы создаете давление и игрок делает удар. То, что я забыл объяснить, сейчас объясню. Очень важно, чтобы игрок не бил мяч на подъеме. Чтобы он бил мяч на высоте левой руки плюс ракетки. Вот это примерная высота касания, на которой он должен бить. И вы должны броском создать ему эту высоту на спуске. Категорически не рекомендую смешес отскока бить на подъеме. То есть, все время бить эту же точку на спуске. После того, как игрок почувствовал, допустим, какое-то движение, то есть, изначально, я бы просто настоятельно рекомендовал бы, чтобы вы не учили игрока, который учится смешу первый раз, не учили его бить в длину. То есть, основное, что надо объяснить, как бы, это просто, чтобы человек научился придавливать отсюда. Если человек поймал это движение, второй этап я бы делал вот так. То есть, опять же, чисто в целях безопасности тренера, я становился бы вот так вот, ставил игрока так же, да, чтобы тренер становился сбоку и уже бросал так же игроку. Бросал точно, чтобы игрок на начальном этапе не искал мяч ногами. То есть, ваша задача бросить в ракетку и дать игроку поймать ощущение просто рук. Если эти два этапа пройдены, я попробовал бы делать начало отвода ракетки и поэтапно добавлять ноги. Допустим, чем отличаются замахи? Удар похож на подачу при выносе ракетки. Легче гораздо, чем подача, потому что подача бьется с задней линии в маленький промежуток, а у сетки бьется ближе к сетке в большой промежуток корта. Это более легкий удар. Отвод ракетки. Ну, я видел такую ошибку. Не часто, по-моему, даже самые припоцанные тренера понимают, что ракетка не должна идти через низ, но тем не менее, некоторые это делают. То есть, просто развод рук. То есть, первая стадия, это вот, допустим, игрок вышел к сетке, у него ракетка стоит, как на выход к сетке, и он первым шагом разворачивает тело назад, поднимает руку в то положение, в котором мы начинали первую и вторую часть обучения и наносит удар. Я делал бы это, как третий этап. Если все эти три этапа выполнены поэтапно, то можно положить на это движение передвижение ног. Если вы ложите на это движение передвижение ног, ложите его незначительно, чтобы игрок изначально не бегал в очень большие расстояния и не терял движение руками. То есть, что добавляется на четвертом этапе? То есть, поворот, плеч, шаг ногой назад, и вот с этого положения бокового на начальном этапе очень важно мелким шагом сохранять все время ногу, чтобы левая нога была впереди, если вы правша. То есть, чтобы вы наносили смеш в закрытой стойке, чтобы вы не наносили удар вот так. И ваша левая рука должна быть как проверка. То есть, есть такое задание изначальное. Наверное, если человек вообще учится, не переучивается сначала, наверное, это полезное задание. То есть, просто человек вытягивает левую руку, и он должен двигаясь, ловить на левую руку в мяч. И последняя стадия, опять же, наверное, это еще можно сделать одно видео по смешу, какой-то такой адванс левел. Но если вот взять обучающие моменты, начальные, то последняя стадия, которую надо делать, это научиться двигаться назад. Потому что большинство смешей, это движение назад. Очень важно в процессе обучения научиться делать скрестный шаг с прыжка. Когда мы были маленькие, это упражнение было базовое, и очень многие дети так разминались. Сейчас я очень редко это вижу, что так кто-либо разминался. То есть, грубо говоря, такого рода передвижение будет полностью имитировать работу ног на смеше. Первым шагом вы поворачиваетесь, выставляете руки и ноги в нужное положение, и потом уже двигаетесь назад с крестным, односторонним с крестным шагом, не двухсторонним, односторонним. И когда вы доходите до мяча, вы выделяете последний шаг ноги более акцентированно, и с него выполняете прыжок назад. Что я могу сказать по поводу движения назад в разные стороны. Наверное, игрок, у которого развит body language, ему эта подсказка не понадобится, но люди, которые вот по инструкции, я ему объясню. Смотрите, вот, например, вы стоите ровно, да, и у вас первый мяч вправо за спину по диагонали, и он идет сильно в сторону. Навряд ли вам вообще удастся при такой ситуации ударить мяч четко в закрытой стойке. Если мяч будет сильно уходить, даже если вы будете делать движение с крестным, односторонним, но на момент конца удара мяч останется сильно вдалеке, скорее всего, его будет бить правая нога. Вот если мяч идет на вас, и, грубо говоря, вы бьете как обратный кросс справа с мэш, забегая под левый мяч, делая с мэшем, то вы будете бить в закрытых стойках, и должны бить в закрытых стойках. То есть вы делаете первый шаг правой назад, тянете ноги, и удар будет сделан в конце, толчок будет сделан с закрытого положения, на обратный кросс с самого закрытого положения. Что я хочу сказать, что направление вашего движения будет делать правая нога при первом шаге. Она будет задавать направление. То есть если вы двигаетесь вправо, вот вы вышли к сетке, вам играют смэш через правую, вам надо двигаться в сторону. Вы делаете правой ногой в сторону, и уже по этому направлению дотягиваете левую. Если вам кидают строго за спину, вы делаете правой назад, и по направлению первого шага тянете левую. Если вам кидают за спину влево, вы делаете правой ногой сильно за себя, и по направлению первого шага тянете левую. В принципе, это все о передвижении ног. И на все эти передвижения ног накладывайте те движения, которые мы уже объяснили. спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и не старейте на корте пока